Центр стройзаказчик объявил аукцион на поставку и установку 24 павильонов для автобусных остановок на Ринмаро и поселка Искателей. Начальная цена контракта чуть более 13 миллионов рублей. Срок окончания работ 30 ноября. Согласно конкурсной документации, конструкция новых остановок будет напоминать не низкий чум. В качестве материала будет использован железобетон. Защитят ли новые остановки от дождя и снега, узнала Ирина Нижалова. Ну что вот этот смех такой? Привезли на север такую диковинку. Ну как вы считаете, вот такие остановки защищают от ветра, от холода? Конечно нет, конечно нет. А какими бы вы хотели видеть остановки? Из какого материала? Может быть какой формы? Из крепкого. Состояние остановок немного почемно. Постоянно мусор, что-то сломано. А так все хорошо. Ну а как вы считаете, из какого материала нужно делать остановки, чтобы их никто не ломал? Наверное, железные надо делать. Есть такие остановочки, чтобы людям не присесть. Как бы обновить-то желательно, да, чтобы уютнее было. И чтобы они более плотные закрывались, потому что как бы на крайнем севере живем. Состояние большинства автобусных остановок в Наринмаре и поселке Искатели сегодня оставляет желать лучшего. Из-за многочисленных повреждений конструкции не только не защищают от ветра и осадков, но и находиться в них бывает попросту неприятно. Некоторые павильоны, хоть и были установлены относительно недавно, но испытания на прочность не прошли. И дело даже не в суровом северном климате. Немалую роль здесь сыграл человеческий фактор. Например, эта остановка в районе Морского порта выглядит как после бомбежки. Все автобусные павильоны, расположенные на территории города и поселка Искателей, выполнены в разном архитектурно-стилистическом исполнении. Деревянные, металлические, из поликарбоната. В скором времени большинство из них заменят на новые. Центр стройзаказчик проводит аукцион на поставку 24 павильонов для автобусных остановок, пять из которых увеличены в вместимости. Плита железобетонная, на нее будут устанавливаться уже торцевые стены и поликарбонат. Вот в пустоты крыша – это поликарбонат. Внутри остановки будет скамья, урна и место, организованное для маломобильных групп населения. Согласно конкурсной документации, павильоны должны быть изготовлены в едином стиле с использованием символики Ненецкого округа. Эскиз павильона опубликован в техническом задании к аукциону. Конструкция напоминает ненецкий чум. О своем желании участвовать в аукционе уже заявила Кружной завод по изготовлению строительных конструкций. Пробный макет завод изготовил, чтобы понимать, может завод сделать данный павильон или нет. Потому что нарисовать это одно, а воплотить это в железобетон – это совсем другое. На изготовление ушло максимум два дня. Можно и за один, просто это мощности больше займет. А так два дня этот павильон я изготавливал, чисто железобетон. И потом в течение одного дня я его собрал здесь сам с ребятами, вызвал кран себе, заказал и собрал его здесь. Подрядчика, который займется производством автобусных павильонов, определяют в следующем месяце. Аукцион состоится 1 сентября. Тогда же определяют и фирму, которая будет выполнять работы по демонтажу старых автобусных остановок с последующей сборкой и установкой новых павильонов. Ирина Нежалова, Владислав Новскин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.